Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я покажу вам самую настоящую магию. Магию того, как выглядеть красиво без макияжа. И сделать макияж, как будто ты без макияжа, но выглядишь очень very hot. Hot. Так как у меня есть только две грани, я выгляжу или вот так, или вот так, вот так. Я подумала и решила, что пора выходить из этой грани к чему-то более естественному. Но при этом хочется тоже краситься, потому что как минимум краситься я люблю. И я очень много раз экспериментировала с тем, чтобы подобрать какой-то очень классный, естественный, а-ля естественный макияж, типа ты без макияжа, и выглядеть при этом супер здорово. И я его подобрала. Сейчас я расскажу вам великую магию, как выглядеть на самом деле с эффектом абсолютного отсутствия макияжа на лице, но при этом, чтобы люди не понимали, а что ты сегодня такая красивая, ты же вообще не накрашена. Ах да, меня, кстати, лисы зовут. Шаг номер один. Мы берем с вами тинтовый праймер. Праймер с цветом. Что это такое, что такое праймер с цветом? У меня он, кстати, от Essence, то есть у меня достаточно бюджетный. Это такая штука, которая выглядит как база для макияжа, и по сути она ей и является, но только не бесцветная, а с оттенком. Смотрите, какая магия сейчас произойдет. Блин, я такая сегодня что-то отекшая, хотя вроде я ничего на ночь не ела такого. Вы наносите эту штуку, как самый обычный крем, праймер, и размножаете его по своему лицу. Итого, что вы получаете сразу с ходу. У вас лицо, которое уже выглядит гораздо лучше. Это не закрывает ваши, возможно, какие-то покраснения или не перекрывает ваши прыщи, но оно сглаживает всю текстуру и выглядит так, как будто у вас на лице, знаете, вот такой вот фильтр, который можно найти в том же, как это называется, фейсапе. Нет, не фейсапе, снэпчате, нет, не снэпчате, что такое снэпчат. Короче, как будто у вас просто блюр на лице. Это выглядит очень здорово в жизни, и люди обязательно у вас спросят, типа, блин, а почему кожа так классно выглядит? Хотя, по сути-то, я ничего не сделала. Это просто праймер с легким-легким оттенком. Следующий этап. Можно сюда добавить очень микро-маленькую каплю тона. Прямо, вы знаете, вот совсем-совсем немножко. Или можно взять, например, кушон, если вы пользуетесь кушоном, сделать только одно единственное нажатие на вот эту вот штуку, и с одного нажатия распределить все по лицу. Но я не вижу особо в этом смысла, потому что и так выглядит очень хорошо, и очень естественно, и настолько беспально, что беспаливнее некуда. Не растушевала праймер на носу. Если у вас вдруг есть под глазами очень очевидные снэпчатки, которые вы всегда замазываете, вы можете воспользоваться консилером и точечно нанести его под глазами. Важный момент. Если вдруг у вас снэпчатки под глазами, или отеки, или что-то такое вроде как у меня, то есть оно как бы есть, но как бы его не особо заметно, то вот это замазывать в такой случае не надо, потому что вы просто сделаете себе минус к естественности, а наша же цель сегодня сделать это макияж максимально, который выглядит как без макияжа, а не то, чтобы типа, а-ля, Natural Glow Makeup. Ноу, сегодня мы не про это. Берете немного консилера, если есть что замазывать, наносите себе куда-нибудь на мизинчик вообще, чтобы прям минимум-минимум средства было смотреть. Видите, его почти незаметно. И вот сюда вот такими вот движениями, растягивая вниз, наносите. Оно как бы есть, но как бы нифига нет. Не забывайте про вот эту вот зону, потому что здесь очень часто бывает синяк, который люди не замазывают, и в итоге здесь вроде все идеально, а вот здесь вот этот след, и он палит. Следующий шаг — это брови. Смотрите, что я придумала. Во-первых, нужна кисть для расчесывания бровей. С нее и начнем расчешивать наши брови. Второй этап — это карандаш для бровей. И третий этап — это тушь для бровей. Берете ваш карандаш для бровей и наносите только на нижнюю бровь. Нижнюю бровь, ну, короче, сюда. Вот так вот наносите, и единственное, что вы делаете, это заполняете пробелы очень-очень осторожными, супер-мега нежными движениями. Еще очень прикольно выглядит, когда основание брови, начало ее, такое немного растушеванное, но при этом как будто бы мохнатое. Это выглядит всегда очень прикольно и приятно. Смотрите, я ничего не сделала, потому что здесь вообще непонятно, есть то что или нет, но выглядит уже как-то поприличнее. Кончик брови я даже особо не трогаю, я просто закрываю то, чего не хватает. Верхнюю бровь не трогаем вообще, потому что верхняя самая палевная. Теперь я беру тушь для бровей, тут берете то, что вам нравится, и прочесываете их по направлению вверх. С акцентом желательно на начало брови, чтобы у вас они были такие более пушистые. Казалось, как будто вы реально только недавно проснулись, еще не успели толком ничего себе на лице сделать, хотя бы потратили где-то на это полчаса. Ну вот, как-то так это выглядит. Давайте приступим к глазам, потому что это самая интересная часть. Недавно для глаз я обнаружила вот такую вот кисть. Я вообще не знаю, откуда у меня эта кисть, я просто ее обнаружила, и я поняла, что вот такая кисть, это самая удобная кисть в мире. Поэтому, если вы когда-нибудь будете покупать себе кисточку, обратите внимание именно на эту, потому что ей можно делать буквально все, можно подрисовывать брови, ей можно рисовать стрелку, ей можно рисовать, блин, макияж глаз. Ну понятно, что вы не сделаете растушевку, такой стрелок, ну, ой, такой кистью, но вы можете сделать очень много приятного. Сейчас я вам покажу вот, что я придумала. Для макияжа глаз понадобится любая нейтральная палетка, в которой будет несколько бежевых и коричневых оттенков. В самом начале я беру самый светлый коричневый оттенок, в моем случае это вот этот, и наношу себе на границу глаза, вот так вот, чтобы нарисовать как будто тень. Наношу его сюда и осторожно протушевываю по нижней линии роста ресниц. Так, чтобы казалось, что просто у меня с ресниц тень падает, нам не нужно сделать никакой макияж, то же самое на втором глазу. Делается элементарно, если вдруг вот такой вот кисточки у вас нет, любая другая тоже подойдет нормально. То же самое делаем на верхнем веке, прям вот прислоняем кисточку к ресницам и немного добавляем сюда тень, это даст объем глазу. Берем самый светлый оттенок, который у вас есть, не важно какого будет он цвета, он будет больше розовый или более в бежевый, или вообще будет более в белый, просто берем его и наносим прям под ресницы. Смотрите, вот сюда вот прям наносите, видите, вот реснички, и сюда его наносим, прям рисуем просто вот такой вот а-ля, не знаю, чего а-ля, короче, сюда рисуем. И подрастушевываем с коричневыми тенями, которыми мы создавали тень. Теперь еще можно взять более темные коричневые тени, самые темные из вашей палетки, но ни в коем случае не черные. С черным цветом мы вообще не работаем сегодня. И точечными движениями, осторожно, прям вот там, где ваши ресницы заканчиваются, делаем вот такие вот движения. То есть как будто мы рисуем что-то вроде точечных теней. И тушуйте вниз. Если вдруг появляется желание сделать более болезненный взгляд, мы берем самые светлые коричневые тени и оттягиваем их вниз. У меня такое желание просто обычно появляется, поэтому я вам продемонстрирую. Что касается носа, если нужен контуринг, опять-таки берем самые светлые тени и просто проводим туда, где у вас тень сама по себе падает на нос. Если вы видите, что у вас вот эта, например, зона самая темная, мы сюда просто самую каплю наносим, прям мини-мини маленькую. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там будет очень много всего интересного. И очень много интересных фотографий с разными образами, так что ссылочку на него я оставлю вам в описании. Переходите ко мне в инст. Если есть желание, можете нарисовать межресничную стрелку или просто стрелку, которая будет располагаться прямо на линии ресниц. Вот так вот. То есть, по сути, мы даже не столько стрелку рисуем, сколько вот эта вот граница, видите, между началом роста реснички и между вашей кожей подводим. Блин, такой свет приятный просто. Ах уж это последнее осеннее солнышко. Теперь часть очень важная. Называется она ресницы, потому что именно при помощи ресниц тут можно вообще сейчас или все зафакапить, или чтобы у вас выглядело мега круто и реально как будто такая божественная. Sunny Glow Princess. Что? Ну, в общем, да. Sunny Glow Princess. Почему бы и нет? Берем тушь. Очень важно, тушь не должна быть черной. Можете бы экспериментировать с черной на первый раз, но вы помните, что эффект будет уже иной. И снимаем с нее просто все, что на ней есть. Вот прям отрягиваем, а колпачок. Теперь, внимание, травмирующий контент по своему содержанию. Тушь и прикладываем ее к началу линии роста ресниц. То есть, вот так. И все. Мы на длину не переходим. Мы просто прикладываем тушь к основанию ресниц. Вы видите, что я делаю? Можно также поставить ее вот сюда вот и немного похлопать, чтобы какие-то остатки попали на нижние ресницы. Но ничего больше не надо делать. Сравните глаз. Этот и этот. На этом есть, тушь, на этом нет. Но даже если к вам близко кто-то подойдет за счет того, что у вас здесь ничего нет. Мы сейчас еще это подотрем, потому что там у меня в каком-то моменте комок появился. Никто не поймет, что у вас даже глаза накрашены. Просто посмотрите, насколько это естественно выглядит. Да никто никогда не поймет, что у вас вообще что-либо есть на лице. Вообще никогда. Можно дорисовать веснушки. Но тут уже смотрите сами. Хотите вы так экспериментировать или нет, но если хотите, то здесь есть небольшой лайфхак. Чтобы нарисовать веснушки, недостаточно нарисовать их на идеальную ровную линию вот сюда. Вот это, конечно, выглядит очень красиво, но это неестественно. Два. Нужно использовать разные оттенки. То есть, чтобы, например, нарисовать веснушки, будем использовать темно-коричневый, светло-коричневый и какой-нибудь немного красновато-оранжевый оттенок. Сейчас беру и рисую. Рисовать начинаю вот отсюда. Вот так вот осторожно их по очереди добавлять в разные места. Если вы хотите параллельно сделать ваш нос потоньше, немножко заходите вот сюда, вот как будто очерчивая его. Помните, что веснушки у людей располагаются абсолютно хаотично, поэтому ни в коем случае мы не делаем из себя симметрию. Деку вышел из чата. Выглядит очень приятно. Над бровью обязательно очень часто бывают веснушки, поэтому мы их добавляем для естественности. Комбинируем с другим оттенком. Можно зайти на подбородок. Когда вот это вот у нас готово, посмотрите, естественно, сейчас это выглядит как клякс. Никто никогда не поверит, что это не нарисованное. Берем кисть, берем румяна. Румяна обязательно не должны быть розовыми. Они должны быть персиковыми, каравауми, оранжевыми, каким угодно, но только не ярко-розовыми. Под ярко-розовыми я подразумеваю румяну примерно вот такого вот цвета, если что. Раз, два. Тряхиваем прям основательно, надо стрясти, чтобы не было средства вообще нифига. На всякий случай на руку тоже смахиваем капелькой. И теперь в каком-нибудь хаотичном направлении все это затушевываем румянами. То есть кистью, по сути, по сути, голой кистью, на которой остатки румян. Чтобы здесь все выглядело максимально естественно и как будто у вас они прям на самом деле под кожей. Если вдруг в каких-то моментах вам не нравится, как выглядит, просто снимайте рукой. Также это можно делать средством для бровей, но мне больше нравится тенями. Видите, получается такой эффект, которого как бы не видно со стороны. Но если кто-то к вам близко подойдет, у вас, да, там какие-то веснушки просвечиваются, но они не бесят, потому что их почти не видно. И теперь часть, которая тоже, как и ресницы, может немного зафакапить, а может вытащить ситуацию. Это губы. Если вам не нравится цвет ваших губ, лучше добавить что-то более яркое, чтобы они казались как будто, ну, вы только что поели, например, острого перца. Вот, идеальный эффект это губы цвета того, чтобы вы что-то острое съели. Если вы не понимаете, какие у вас губы, когда вы видите что-то острое, попробуйте их как-нибудь, не знаю, покорябать немного, потравмировать, чтобы они поразорели, покраснели. И посмотреть, какой оттенок появляется. Примерно к такому оттенку нужно будет сейчас приблизиться при помощи помады. Для этого рекомендую использовать обычную красную помаду. Красную или какую-нибудь вот такую вот, короче, берем помаду эту, на палец себе ее наносим, на палец, из пальца переносим. Переносим в хаотичных местах. Ни в коем случае помада не должна лежать слоем. Она должна быть просто едовая чуть-чем на губах, чтобы придать им оттенок. Вот. Обязательно напишите, как вам кажется, как все-таки лучше, я релью без макияжа или я типа без макияжа, но накрашена. Макияж, который получился, быстрый, достаточно просто. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше годного-годного-годного контента. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч. Люблю вас.